Добро пожаловать на наш канал! 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 Надо сказать, что есть две технологии, по которым используются или проектируются и изготовляются подобные устройства. Это технология разрядников и варисторов. Они несколько имеют разные характеристики. Разрядники способны поглощать там большую энергию, поэтому непосредственно используются на первой ступени ограничения напряжения. То есть, они максимально могут поглотить ток разряда молнии или коммунационных процессов. Но они достаточно медленные относительно другой технологии, которая называется технологией изготовления варисторов. То есть, быстродействие у них ниже? Несколько ниже, да. Но зато они способны поглотить большое количество энергии. А вот варистор, он как бы относится к устройствам, которые поглощают меньше энергию, но срабатывают быстрее, чем разрядники. Поэтому современный способ или подход к тому, чтобы как-то решать эту проблему, заключается в том, что фактически используют несколько ступеней для снижения перенапряжения. Как мы с вами отметили, на первой ступени обычно используются разрядники, но не обязательно. На остальных уже используются варисторы. Вот вы видите картину, в которой как раз указаны токи разряда молнии, которые протекают через несколько ступеней или ограничителей, которые параллельно включены. Наибольшее количество энергии и ток протекает через первую ступень. Вы видите, это 90%. А все остальные, это уже вторая ступень 9%. И третья, последняя, всего лишь 1%. Вы понимаете, что эти цифры весьма приблизительные, но отношение такое где-то. Поэтому, собственно, вот такой подход позволяет создать несколько зон, в которых будет ограниченное напряжение на некотором уровне. Поэтому, вот вы видите, тоже внизу этого слайда показаны уровни ограничения напряжения. Значит, сначала определенный уровень, потом ниже, и, наконец, третий уровень еще ниже. Это как бы такой подход к решению данной проблемы. Но надо здесь отметить следующее, что оборудование вообще способно выдерживать и разное перенапряжение. Если здесь вот показан такой вот общий подход к решению проблемы, то на практике можно встретить отсутствие некоторых ступеней. Ну, мы об этом чуть позже, наверное, поговорим. Да, об этом мы чуть поговорим поподробнее. Ну, что еще здесь? Вы видите вольтамперную характеристику варистера. И как раз вот в зеленом отмечена такая рабочая область варистера, когда он существенно снижает свое сопротивление и ограничивает напряжение. Ну, вот вкратце мы проговорили те общие вопросы, которые возникают при применении. Да, ну, я правильно понимаю, что в бытовом сегменте мы, как правило, имеем дело с варистерными устройствами. Совершенно верно. В основном. Совершенно верно. Потому что энергоснабжающие предприятия чаще всего как раз занимаются организацией зоны-1. То есть, это на основе непосредственно разрядников. И там уже происходят ограничения, некоторые напряжения. А вот дальше снижение, ограничение напряжения, это уже непосредственно нужно использовать в бытовом секторе. Да, ну и как раз первый вопрос, с которого я хотел бы начать, это он касается именно принципа работы варистеров. То есть, как мы понимаем, тут вопрос стоит в следующем. То есть, есть ли утечка у варистерного УЗИПа? И если есть, то насколько она большая и влияет ли на работу УЗО? То есть, может ли она вызвать ложное отключение? Да. Варистер – это полупродниковый прибор, который постоянно подключен к сети. И если вы внимательно посмотрите на эту характеристику, вы увидите, что есть некая область, которая ограничена максимальным рабочим напряжением. Когда варистер обладает высоким сопротивлением, но тем не менее не бесконечным. Да. Поэтому, конечно, ток через него протекает. Это токи измеряемые миллиампера, где-то меньше одного миллиампера. Поэтому, в любом случае, да. Но этот ток зависит, конечно, от состояния варистера. В процессе своей работы структура деградирует. Поэтому, конечно же, с течением времени этот ток может увеличиваться. Да. Полностью исправный варистер, я так понимаю, нам не может вызвать ложное отключение противопожарного УЗО. Фактически нет. Потому что там 100-300 миллиампера, то здесь вы видите 1 миллиампера. Да. Несущественный вклад, конечно, он вносит в общий суммарный ток утечки. Но это торопимо. Но это несущественно. Да. Вы упомянули деградацию элемента полупроводникового. Я хотел узнать, от чего она зависит, какой вообще срок службы у варистера и может ли что-то негативное на нём сказаться. То есть, ускорить старение, деградацию элемента. Да. Значит, здесь какая ситуация. Вот в процессе своей работы он фактически поглощает энергию, которая несёт вот этот импульс тока. И в зависимости от суммарной энергии, которую он поглотил, срок службы его может меняться. Ну, например, если варистер выдержал разряд молний, ток которого близко к максимальному току разряда, то в этом случае варистер не обязан быть работоспособным после вот такого события. А это значит, что если вы поставили варистер новый, совершенно исправный, и тут же у вас возникла такая ситуация, то срок службы варистера может измеряться минутами. Ну, понятно. Ну, здесь можно говорить о вероятности этого события. Мы об этом чуть подробнее поговорим в конце. А вот если у вас ток, который поглощает варистер, измеряется где-то в районе или близко к номинальному току разряда, то вы можете в соответствии со стандартом точно говорить, что вот таких разрядов варистер выдержит 19. То есть, это именно по стандартам? Конечно. Ну, как показывает опыт, в среднем варистеры выполняют свои функции исправно в течение 10 лет. Ну, это очень приблизительно. Усреднённое значение. Усреднённое значение такое. Но вы должны понимать, что срок службы зависит от тех событий, которые происходят, аварийных в сети. Ну, и, соответственно, для того, чтобы знать, исправен варистер или нет, и существует вот это контрольное окошко. Совершенно верно. Совершенно верно. Он в процессе своей работы фактически нагревается, эта энергия преобразуется в тепло, поэтому вот такой индикатор показывает как раз состояние варистера. Так, ну, отлично. Я думаю, с этим вопросом мы разобрались. Это такое, так скажем, введение небольшое было. Теперь начинаем самое ядро нашего диалога. Судя по вопросам пользователей, самая интересующая людей тема, она касается классов УЗИП и правильного их построения. То есть, именно мы сейчас говорили, что существует три ступени защиты. И я думаю, разделить немножко на конкретные случаи применения. То есть, я хочу взять три основных типа объектов в бытовом строительстве. Это дом частный с полностью воздушным водом, то есть, к нему приходит ВЛ и также СИПом он запитывается от нее. Второй вариант, это также частный дом с воздушной линией, но с переходом потом на подземную кабельную линию. И третий вариант, я его оставил на потом, это самый интересный. Это у нас квартира в многоквартирном доме. То есть, тоже разберемся. Давайте возьмем для начала частный дом с воздушным водом. То есть, как там нам построить молниезащиту? Ну, чтобы на этот вопрос ответить, давайте немножко еще углубимся непосредственно в характеристики и типы варисторов. Мы с вами выяснили, что их бывает фактически три типа. Тип 1, тип 2, тип 3. Каждая предназначена для выполнения своих функций, ограничения напряжения. Тип 1 в основном используется для шунтирования прямого удара молнии. То есть, он максимальную энергию поглощает на себя. Поэтому испытывается вот такой волной тока, которая называется 10-350. То есть, если вы внимательно посмотрите, это значит, что волна нарастает в течение 10 микросекунд и длится в течение 350 микросекунд. То есть, это существенная волна, несущая большую энергию. Варистор, ну, либо разрядник, если там используется разрядник, ограничивает на определенном уровне напряжения. Тип 2, надо сказать, что в основном это и считают основной ступенью защиты. То есть, вторая это основной ступенью защиты? Да. Потому что первая, как бы, она предназначена для поглощения энергии разряда молнии. А вот вторая для, фактически, для того, чтобы добрать ту энергию, которую не забрал варистор или разрядник на Т1. И еще ограничить напряжение. Вот, и третий тип используется непосредственно для защиты чувствительного оборудования, к которым относятся различные компьютерные системы. Ну, электроника, возможно. Вот. А вот тип 2 и тип 3 испытываются на волну тока совершенно другую, 8-20. То есть, вы видите, что и нарастание 8 микросекунд, и длительность значительно меньше 20 микросекунд. Ну, то есть, вы видите, что энергия, которую несет эта волна, 8-20, она существенно меньше, чем 10-350. Я к чему это говорю? Чтобы мы с вами точно здесь обратили внимание, что три ступени. Три типа. Три типа. Тип 1, тип 2 и тип 3. И при проектировании мы как раз должны ориентироваться на понимание процессов, которые происходят в низковольтной распределительной сети. Это что касается импульсов тока. Ну, а теперь поговорим о тех уровнях напряжения, которые ограничивают разные ступени. Соответственно, все оборудование, которое встречается и в промышленности, и в быту, можно или делят на четыре категории. Вы их видите все на слайде. И на что я прошу обратить ваше внимание, это перенапряжение, которое может выдержать это оборудование. Если мы говорим о бытовых устройствах, то мы здесь видим оборудование категории 2 и 1. 2 это бытовые приборы, инструменты, какие-то портативные передвижные устройства и так далее. Уровень напряжения 2,5 кВт. И, наконец, чувствительное электронное оборудование. До этой величины оборудование способствует... Выдерживает. Выдерживает. Чувствительное электронное оборудование это 1,5 кВт. Ну, а если говорить еще о других категориях, то здесь 3 есть категория. Перенапряжение 4 кВт. Сюда относятся распределительные щиты, розетки, выключатели и вот такое оборудование. Ну, и то, что в быту не встречается, я говорю о главных распределительных щитах и так далее, это уже четвертая категория. Правда, сюда относятся и счетчики. За счет того, что они в своей конструкции содержат фактически... Электронные схемы, которые способны их защитить от перенапряжения. И вот, если вы внимательно посмотрите на эту таблицу, то вы поймете, что в зависимости от используемого оборудования, то, которое у вас есть, вы должны, в принципе, выбрать такой варистер, который ограничит напряжение меньше вот этих значений. Полтора, два с половиной, четыре и шесть. Поэтому на них и производители выпускают различные устройства с уровнем ограниченного напряжения ниже вот этих значений. Ну, если обобщить, можно сказать, что где-то варистер Т1 ограничивает, соответственно, на уровне для категории оборудования четвертый и третий. Да, то есть, ну, это сейчас конкретика пошла. Да. А второе, это Т2 и, наконец, первая категория оборудования Т1. Или так, чуть-чуть запытался. То есть, на первую категорию оборудования мы должны ставить... Т3. Т3. Т3, да. Прошу прощения. Небольшой оговор. Потому что здесь категория и Т идет в разные стороны. Вот, значит... То есть, чем выше вот эта категория, тем... Тем меньше... Меньше категория... Да, да, варистера. Так, ну, в принципе, понятно. А вот именно по местам установки? По местам установки. Ну, вот, как раз вот эти самые интересующие нас случаи мы сейчас посмотрим более внимательно. Но общий подход такой. Вот если так обобщить все, выделить главное, то можно сказать, что... Что мы должны... Устройство защиты Т1 следует применять там, где имеет место полные или частичные разряды молнии. Токи молний. А устройство Т2, Т3 для наведенных воздействий. Ну, и давайте теперь выясним, что такое прямое или частичные токи молнии. Это непосредственно что такое. Если говорить о каком-то здании, это прямое попадание удара молния. Молния в... Молния отвода в здании. Какие-то металлические конструкции здания. Попадание, например, в антенну телевизионную. Это тоже прямой удар молнии. И попадание, например, в воздушную линию электропередач. Все это прямые удары молнии. И сюда же относят, кстати, вот если внимательно посмотреть литературу, это попадание в рядом стоящие здания больше 20 метров высотой и даже деревья высотой 15-20 метров. А радиус 30 метров. То есть, если у вас есть какой-то частный дом и рядом растёт высокое дерево, то это относит к прямым ударам молнии. Хотя вопрос такой дискуссионный. Но тем не менее, для обеспечения защиты... А что относит к непрямым ударам молнии? Это как раз попадание в землю и попадание в какие-то конструкции зданий, которые удалены или их высота незначительная. Если в первом случае при прямом ударе молнии понятно, что ток разряда протекает через систему молния защиты, и там вызывает повышение напряжения в системе распределительной сети низкого напряжения в здании, то вот непрямые удары молнии здесь несколько механизм другой. Фактически это наводки. Поскольку токи измеряются сотнями киломпер, максимально это 200 киломпер, поэтому вы понимаете, что в линиях электропередач, которые проложены в земле, например... Это вы имеете в виду токи прямого попадания? Это относится не к прямым попаданиям. У вас есть, например, проложена в земле кабельная линия, и рядом произошёл разряд молнии. Это относит к непрямым ударам молнии. К непрямым ударам молнии. Ещё, если вы сталкивались с литературой на эту тему, то есть некоторые особенности. Например, небольшие здания без систем молнииотвода. То есть, у неё нет непосредственно контура, куда может попасть молния. То считают, что там невозможно прямой удар молнии. И поэтому считают, что невозможен удар молнии прямой, а всё только костные наводки. Ну а теперь давайте посмотрим непосредственно у нас индивидуальный дом. И здесь, очевидно, самое опасное – это прямые удары молнии. Мы должны от них защищаться. Это может удар молнии непосредственно в здание, либо в линию электропередач. Здесь, кстати, часто задают вопрос о том, что у меня ВЭЛ есть, воздушная линия электропередач. Потом у меня есть кабельный. Вот здание. Неважно. У вас возможен прямой удар молнии непосредственно в здание. Ваш дом, индивидуальное строение. Поэтому вы вынуждены защищаться от прямого удара молнии. А раз так, то значит мы имеем все три ступени. УЗИП типа 1 и типа 2 в распределительном щите. И плюс по необходимости. Ну, видимо, сейчас это необходимость у всех, поскольку речь идёт о электронном оборудовании. То плюс ещё и тип 3. Рядом с чувствительным оборудованием. Мы подробнее ещё поговорим. Исходя из этой картинки, у нас классическая картина ввода в здание выглядит так, что на опоре, которая рядом установлена, как правило, устанавливается вводной щит с счётчиком. Щит учёта, так называемый. Первую ступень лучше установить в нём или уже внутри здания? Внутри здания. Внутри здания. Потому что у вас на здании стоит молнииотвод. Туда попадает молния. И ограничивать вы должны напряжение или создать ток разряда молнии именно в распределительном щите внутри здания. Вот это очень интересная информация. Потому что я знаю, что даже сетевые компании, как правило, там, где требуют установку устройства защиты от импульсных перенапряжений, они её требуют в щите учёта. То есть, по тех условиям. Понятно, потому что там стоит счётчик, правильно, а они заботятся о защите счётчика. Но если вы поставите щит учёта, который висит непосредственно на столбе, то вы не защитите своё здание, конечно. Вот в этом проблема есть. И она, к сожалению, очевидна. Очень интересно. Ну и, в принципе, исходя из всего этого, дом с подземным вводом кабеля, с переходом на кабельную линию, с воздушной, мы, в принципе, опустим. То есть, понятно, что тут та же самая ситуация, мы внутри дома уже начинали с первой ступени. Ну вот, что ещё? Мы можем поговорить о многоквартирном доме. Да, вот теперь давайте перейдём, потому что у многих вопросов вообще, нужна ли там защита от импульсов перенапряжения. Многоквартирный дом. Здесь какая история. Ну, чаще всего вопросы касаются установки УЗИП в квартирах. Да. Вообще, по-хорошему, мы должны знать, что, как реализована система распределительная во всём доме. И иметь представление, что мы имеем в главном распределительном щите или в РУ в здании, есть ли там, соответственно, УЗИП. Ну, обычно делается так. В КТП ставят разрядники, то есть, это Т1. А в ГРЩ, который находится в подвале здания или где-то ещё, там в основном применяется Т2. Вторая ступень. Ну, может быть, Т1 и Т2, или Т2, неважно. Да. Вот. Но мы... В принципе, в нашей стране всё, что угодно. Да. Да. Ну, мы же говорим о том, как хорошо, как должно быть. Как правильно. Но если исходить из тех реалий, которые у нас, ну, тогда мы должны предполагать, что, скорее всего, Т1 есть. Должен быть. Должен быть. Ну, а отсюда, значит, вывод, что в квартире хорошо бы иметь Т2 в распределительном щите. Это, может быть, квартирный щиток или, может, этажный щиток. Вот. А дальше к электронному оборудованию ещё должны установить тип 3. Да. Ну, вот дополнительно как раз вопрос по этой теме. Да. Ну, ещё один момент, который я хотел бы обсудить. Вот какой. Дело в том, что Т2, как мы с вами выяснили, защищает от наведённых, фактически, вот этих импульсов напряжения. То, вот часто можно говорить о том, что при достаточно длинных линиях между, например, ВРУ внизу, который располагается в доме, и распределительным щитком квартирным, где-то там больше 10 метров. Ну, как правило. Как правило. Действительно. И вот в этом случае рекомендуют, даже если у вас во ВРУ стоит Т2, поставить ещё дополнительный в квартире Т2. А отсюда получается, что, ну, в любом случае, даже если у нас хорошо всё сделано во ВРУ, многоквартирном доме, и в квартире нужно ставить Т2. Ну, мы сейчас ещё доберём. По действующим стандартам, да. Да, там, если расстояние 30 метров и более, то в обязательном порядке. К этому мы тоже ещё более подробно. А если там больше 10, то рекомендовано. Ну, я думаю, что у нас, как минимум, больше 10 метров, больше, если ваша квартира не первая и не вторая от ВРУ, то, значит, уже 100% больше 10 метров. Ну, и тут, как дополнение, мы уже поговорили про второй тип чуть-чуть. Есть ли, спрашивают люди, есть ли смысл устанавливать УЗИП класса 1 или УЗИП класса 1 плюс 2 без УЗИП последующих классов? То есть, в каких случаях есть смысл установить УЗИП только Т1 и не устанавливать Т2, Т3, или наоборот Т1, Т2 и не устанавливать Т3? Здесь вот какая ситуация. Но мы должны представлять уровень ограничения напряжения на каждой ступени. На каждой ступени. Поэтому мы должны исходить из того оборудования, которое у нас есть. В быту, в основном, у нас оборудование, которое выдерживает 2,5 либо 1,5 кВт. А отсюда следует, что мы должны ставить Т2, а к чувствительному ещё и Т3. То есть, в принципе, в бытовом секторе мы обязаны. Обязаны. Но если вы не используете компьютеры, телевизоры, что, я думаю, такое невозможно, то хорошо бы, конечно, поставить ещё Т3, но сейчас выпускаются различные устройства. Это фильтры, источники бесперебойного питания, стабилизаторы, которые в своём составе имеют вористеры как раз Т3. Да. Ну, мы к этому тоже отдельно вернёмся. Хотелось бы, чтобы... Ещё один вопрос по поводу выбора. Вот мы с вами поговорили о том, какие должны быть непосредственно ступени. Ещё важный параметр – это фактически импульсный ток для разрядников и максимальный ток разряда для вористеров. Потому что если вы возьмёте каталог, возьмёте устройство, то вы как раз увидите один из главных параметров – это как раз вот эти разрядные токи. Какой же выбрать? Потому что в каталоге есть несколько устройств с разными вот этими токами. Здесь вот какой подход. Значит, если мы говорим о УЗИП Т1, то можно выбирать по следующему принципу. Здесь можно учитывать уровень риска, минимальный, средний и приемлемый. И отсюда выбирает импульсный ток устройства. Вы видите на слайде это соответственно 25, 18,75 кА и 10,5 кА. И как раз вот приблизительно такие токи они выпускаются. Откуда эти цифры? Цифры следующие. Минимальный уровень риска взят из того, что у вас разряд молнии 200 кА. А это, честно говоря, крайне редкое явление. Ну, как правило, у нас до 100. До 100, да. И то 100 – это несколько единиц процентов. А 200 кА – это какой-то экстраординарный случай. Но, тем не менее, если вы хотите полностью и от такого случая. Поэтому 25 где-то кА. Если исходить из тока разрядной молнии 150 кА, то это, соответственно, 18,5 или 18,75 кА. А если мы хотим поглотить энергию импульса тока 100 кА молнии, то здесь, значит, 12,5. На каждую фазу. Так. А как оценить? Ну, трёхфазной. Здесь речь идёт о трёхфазной системе. О трёхфазной. А, ну, считай, это очень просто. Мы имеем 4 проводника, по которым протекают токи. Три фазы и нейтраль. И считай, что разряд молнии 100 кА делится пропорционально по все 4. Вот и вы разделите 100 на 4, получите эти 2,5 кА. Ну, как вы догадываетесь, это очень приблизительно такой расчёт. Но, тем не менее, остановились на нём. Это что касается УЗИП-Т1. Теперь УЗИП-Т2. Здесь, значит, подход следующий используют. В зависимости от расположения здания, если у вас уровень воздействия максимальный, то есть это здание в горной местности, рядом с каким-то водоёмом, то берут 65 кА. Если это средний уровень воздействия, одиночно стоящее здание, то 40 кА. Ну, а самые массовые случаи, это микрорайоны, жилые многоквартирные дома, там 20 кА. То есть, вот из этого нужно исходить для того, чтобы выбрать соответственный импульсный ток для разрядника и максимальный ток разряда для варистера. Итак, значит, ступени и вот эти токи. Так, принято. Ну и я вот этот же вопрос хотел бы в обратном направлении чуть развернуть. Что в теории будет, если мы не будем устанавливать Т1 и Т2, а поставим сразу Т3 на оборудование? Ну, давайте подумаем. Представьте, у нас прямое попадание молнии в здание, то есть, те же самые 100 кА. Нужно поглотить эту энергию и эти 100 кА дойдут до ступени Т3, энергия не будет уменьшена. И, значит, мы требуем от того, чтобы ступень Т3 поглотила всю эту энергию, которая несёт импульс 100 кА. Во-первых, это нереально. Он моментально выйдет из строя, фактически испарится. Ну, то есть, возможно даже вплоть до взрыва. Конечно. Естественно. Всё зависит от той энергии, которую он может поглотить. Если она существенно больше... Опасная ситуация. Опасная. Я думаю, что при покупке разного рода сетевых фильтров, стабилизаторов и прочего нужно учитывать импульсную энергию третью ступенью, потому что у вас может просто не быть первой и второй, чтобы защитить третью. Учтите, если у вас не будет третьей ступени, то всё равно этот импульс только должен где-то наблюдаться. Погасится в любимом компьютере, я думаю. Совершенно верно. То есть, разлетится не варистор, а разлетится компьютер. Но я думаю, что произойдёт и то, и другое. В реальности. Если у вас нет Т1, Т2, а вся энергия ляжет на Т3, то это значит, что всё разрушится. Всё равно часть энергии пойдёт. Конечно, конечно. Поэтому в обязательном порядке, если есть опасность прямого удара молния, Т1 ставим. Если нет, то есть, это многоквартирные дома, там кабельный, Т2. И по желанию, если вы хотите дополнительно защитить чувствительное оборудование, Т3. Но это может быть в составе каких-то дополнительных устройств. Мы сейчас к этому ещё подробно вернёмся. Наверное, один из самых обсуждаемых вопросов касательно УЗИПов, это мы сейчас поговорили про взрывы и прочие интересные вещи. То есть, сам УЗИП непосредственно тоже нужно защищать аппаратом защиты. И очень такая обширная тема, обширная для обсуждения, я имею в виду. Но чем всё-таки лучше защищать УЗИП плавкой-вставкой, либо автоматическим выключателем? Да, действительно, вопрос очень актуальный. Да, он обсуждается очень-очень долго. Обсуждается. Ну, давайте тоже порассуждаем на эту тему. И здесь я хотел бы вот с чего начать. Дело в том, что мы, как принято считать, что мы защищаем УЗИП с помощью автоматических выключателей или предохранителей. Так я думаю, что всё-таки мы не УЗИП защищаем, а защищаем систему от короткого замыкания. От короткого замыкания, которое может возникнуть при выходе из строя самого УЗИП. Ну, как мы с вами выяснили, там идёт деградация со временем. А это значит, что в итоге мы будем иметь короткое замыкание, которое нужно отключать. Отключать можно, соответственно, либо предохранителем, либо автоматическим выключателем. Ну, как вы понимаете, и то, и другое устройство может вполне выполнить эти функции. Но автоматический выключатель несколько удобен. С той точки зрения, что для замены варистера у вас работал, соответственно, флажок появился. Что варистер пора менять. Вы отключаете автомат и меняете варистер. Ну, это раз в 10 лет можно и поменять предохранитель, честно говоря. В принципе, да. Но самый важный вопрос, это вопрос синхронизации работы вот этого аппарата защиты и непосредственно УЗИП. Да, я думаю, многие проектировщики сталкиваются с проблемой подбора аппарата защиты. Как подобрать? Вот те параметры, которые есть у автоматического выключателя в каталоге и так далее, они не относятся к вот этим импульсным токам в кратковремя. Да, потому что у меня здесь как раз есть вопрос от зрителей. Судить о том, может ли работать автоматический выключатель по тем параметрам, которые есть в каталоге на автоматический выключатель, в составе устройства защиты от импульсных перенапряжений нельзя. И здесь нужно ориентироваться в первую очередь на рекомендации производителей. Потому что ответить на вопрос, будет ли работать автоматический выключатель или предохранитель вместе с УЗИП исправно, можно только проведя сложные и дорогостоящие испытания. Что касается непосредственно... Но я думаю, что подобные испытания как раз таки производитель и проводит. Естественно, конечно. Он имеет для этого ресурсы необходимые. И поэтому сейчас есть устройства на рынке, которые фактически совмещают вместе и УЗИП, и автоматические выключатели. И здесь не болит голова о том, как подобрать. Фирма-производитель отвечает, что эти устройства будут работать вместе исправно. Да, вот у меня в нашей группе, в команде Госплюс, на анонсе этого эфира как раз была фотография такого устройства. Это iQuick PRD от Schneider Electric. Люди спрашивали, увидели просто превьюшку и уже спрашивали, что это такое. Скоро, скоро, я надеюсь, по нашим меркам, скоро покажем его реальное применение на конкретном объекте. И, собственно, будет интересно. Поэтому следите за новостями наших ресурсов, так скажем. Так, если позволите, ещё пару слов общего характера. Задача монтажа УЗИП заключается в том, чтобы минимизировать проводники, по которым протекает ток разряда. Это для чего делается? Мы об этом поговорим чуть подробно. Но делается для того, чтобы уменьшить сопротивление этих проводников. Чем короче, тем меньше сопротивление. А вот чем плохо автоматический выключатель, он имеет расцепитель. Электромагнитный расцепитель представляет у себя фактически катушку индуктивности. Вот это вопрос. Но если, конечно, проведены испытания и есть заключение о том, что действительно автомат работает вместе, подходит для УЗИПа, здесь мы должны доверять непосредственно производителю. Но если в общем говорить, то, конечно, можно об этом подумать. Но не обязательно это будет таким определяющим характером, который точно запрещает использование автоматического выключателя. Нельзя сказать, что обязательно только платная ставка никакая. Так, отлично. Тут еще и я тоже встречал, и люди пишут, что встречается... Ну, во-первых, есть вопрос, можно ли считать достаточную защиту УЗИП только при помощи водного автомата. Допустим, если это распределительный щит у нас. Ну и также я встречал мнение, что нужно не то, что это наоборот наилучший вариант для защиты УЗИП. То есть не ставить отдельно аппарат защиты, а полагаться на водной автомат. Дескать, я не помню, где я прочитал. Дескать, когда у нас идет первый импульс, у нас может сработать этот автоматический выключатель, защищающий УЗИП. А импульс может быть неоднократным. То есть, соответственно, все остальные последующие импульсы пройдут дальше в сеть. Повторный импульс, совершенно верно. Что вы считаете об этом? Ну здесь давайте будем говорить о том, что автоматический выключатель не должен срабатывать при происхождении вот этого короткого импульсового тока. Он и не предназначен для того, чтобы успеть срабатывать. Но вы помните, время срабатывания автоматического выключателя, это несколько микросекунд. А токи, миллисекунд, прошу прощения. А токи, разряды, это сотни микросекунд. Ну то есть, на порядок они короче. Он и не должен успевать срабатывать. Хотя там сложные процессы, потому что гигантские токи протекают. Но если говорить в общем, то автоматический выключатель не должен срабатывать. А поглощать всю энергию должен как раз непосредственно УЗИП. Поэтому говорить о том, что автомат может защитить и успеть сработать, представить, наверное, такую ситуацию можно. Но предсказать поведение устройств нельзя. Мы не должны ориентироваться на такое развитие ситуации. Да, ну в принципе, из ряда вон выходящих. Конечно. А что касается повторных импульсов, мы будем говорить о том, как часто мы сталкиваемся с прямым попаданием. А события того, что кроме прямого попадания будут ещё повторные, но ещё менее вероятные. Мы чуть-чуть забежали вперёд. Тут вопрос у нас, нужно ли защищать УЗИП второго класса. Люди жалуются, что именно по второму классу не могут найти информацию. Но опять же вернусь к этому устройству, которое мы сейчас обсудили. В едином корпусе уже согласованы автоматы и УЗИП. То есть, второй класс, во-первых, защищать, я так понимаю, надо. Соответственно. Конечно. И, соответственно, есть устройство, которое вам эту задачу упростит подбора. Так. Ну и в каталоге, пожалуйста, откройте. Там есть рекомендации по выбору аппарата защиты для Т2. То есть, в любой инструкции, в принципе, у любого нормального производителя вы найдёте этой рекомендации. В принципе, полагаться лучше всего именно на инструкции, которые идут непосредственно к определённому устройству. Так. Ну, с этим вопросом мы разобрались. Здесь следующий вопрос у нас достаточно простой. То есть, люди спрашивают, если в доме нет заземления, можно ли УЗИП подключить не к заземляющему, а к пен-проводнику? То есть, фаза 0 и пен-проводнику вместо заземления. Ну, в принципе, могу и я ответить. Ну, конечно, пожалуйста. У нас существуют УЗИПы, которые предполагают подключение к разным системам заземления. То есть, если у вас нет заземления, то, скорее всего, не обязательно, но, скорее всего, у вас система ТНЦ. То есть, мы берём УЗИП, который именно предназначен для системы ТНЦ. Вот это у нас на столе для системы ТТ и ТНС. То есть, есть для системы ТНЦС, для системы IT наверняка есть. То есть, определяете свою систему заземления и подбираете, соответственно, устройство. Единственное, что тут вопрос. То есть, если у вас нет заземления, может быть, это имеется в виду речь про какой-то устаревший фонд, где сечение пен-проводника может быть недостаточным. Что вы про это можете сказать? То есть, вообще, в устаревших сетях имеет место установка УЗИП? В устаревших сетях, да, конечно, это возможно, установка УЗИП. В любом случае, если возникнет перенапряжение, то он способен погасить его. Но, если говорить о системе ТНЦ, то есть, когда всё-таки используют пен-проводник ТНЦ, да? Сейчас, минуточку. ТНС у нас, да. Здесь ошибка. Сейчас, не тот. Значит, действительно, это ТНС, но ТНЦ, если мы посмотрим, сейчас, наверное, нам слайд переключат, который называется ТНЦ. Там тоже, это ТНЦ, видите, способ включения непосредственно всех трёх ступеней. А вот как раз система ТНЦ. Здесь пен-проводник. С успехом, пожалуйста, используйте все три фазы для защиты оборудования. Ну, в принципе, конечно. Конечно. Презводитель тоже этого не запрещает. Так. Тут у нас ещё два вопроса, которые я хотел бы в единый блок объединить. Это вопросы о расстоянии между разными ступенями УЗИП. И я бы ещё хотел добавить вопрос тоже. Ну, давайте по порядку. Сначала о расстояниях между УЗИП. То есть, тут спрашивают, какое максимальное расстояние может или должно быть между УЗИПами. То есть, между классом 2, 3, между первым и вторым классом и так далее. Какое именно максимальное расстояние? Ну, мы чуть-чуть этот вопрос затронули. Давайте сейчас резюмируем ещё немножечко. Значит, здесь какая ситуация. Переключите слайд, пожалуйста. Ну, вначале очень коротко общее рассуждение. Мы должны обеспечить селективность работы всех ступеней. То есть, сначала первая, вторая, третья. Да, чтобы импульс не прошёл на первом и не пришёл на первом. Предыдущий слайд. Вот. Поэтому, как это можно делать? Вот вы видите. В основном раньше применялись или учитывались расстояния между ступенями. То есть, считалось, что между ступеней должно быть расстояние не меньше 10 метров. Между первой и второй. Ну, это, в принципе, вторая часть. Второй и третьей. Почему? Это минимальная расстояние. Да. Почему? Потому что, фактически, проводники или провода, они имеют некую индуктивность, которая обеспечивала вот эту селективность. Были рекомендации, что если не хватает этого расстояния, то даже вставляли или включали дроссели специальные для этого. Всё из-за того, что мы хотим сделать селективность. Но, какой вопрос ещё возникает? Это параметры самих УЗИПов. Потому что можно подобрать такие параметры УЗИПов, я говорю о производителях, чтобы указать конкретные расстояния, которые нужно удерживать. Поэтому вы берёте каталог производителя, и там написано конкретно 10 метров, 15 метров. Почему? Потому что они делают, рассчитывают это расстояние, исходя из параметров конкретного устройства. Мы как-то скользко упомянули, что есть тип 1 плюс 2, очень удобно. А это всё в одном устройстве, которое может подавить фактически импульс разряда молнии и ограничить на уровне непосредственно Т2. Ну и там тоже решается, естественно, каким-то образом селективность, если там несколько этих варистеров стоит. Поэтому здесь мы должны понимать, что в любом случае мы должны селективность обеспечить. А как это сделать? Значит, надо заглянуть в документацию, внимательно посмотреть. Так, ну это было минимальное расстояние. Это вот эти расстояния. Вот эти вот расстояния. Ну и там тоже есть ограничения по длине линии. Тогда, например, надо ставить две ступени Т2. То есть, мы сейчас говорим про максимальное. И опять же, мы обращаемся к каталогу производителей и смотрим там это расстояние. Ну и ещё есть по поводу Т3. Есть рекомендации ставить их максимально близко к защищаемому объекту. Да. Ну, мы сейчас до Т3 ещё... Здесь история несколько другая. А, ну... Да, давайте чуть-чуть попозже. Да, не будем забегать вперёд. Тут далее вопрос у нас... Опять же, мы его объединим. Также спрашивают, какого сечения должен быть ПЭ-проводник, подключаемый к УЗИПу. Ну, опять же, можем вернуться, да, показать слайд. Вот этот слайд. Так, это у нас длина этого проводника. Давайте, да, объединим. У нас есть вопрос и по длине, и по сечению. Ну, сначала сечения давайте обсудим. Давайте по сечению... Опять же, возвращаемся к каталогам производителей. Конечно. Везде разные. Ну, давайте физику процесса коротко обсудим. Выбор здесь происходит фактически из... Чего? Из стока короткого замыкания, который может возникнуть при выходе устройства из строя. Вот эти проводники, сечения для УЗИП Т1-16-25 есть рекомендации, для Т2-4 миллиметра рассчитываются как раз из-за способности провести вот этот ток короткого замыкания. Но вы спросите, а что происходит с токами разряда молнии? Они вроде там больше значительно. Десятки в сотни раз. Ну, процессы высокочастотные. Ну, там, кто изучал физику, помнит, что там ток... Да, ток фактически протекает по поверхности проводника. Внутри в толще проводника тока нет. Но из этих соображений становится ясно, что всё равно какое сечение на таких частотах. Большое, маленькое, неважно. Сечение, протекание тока, оно не меняется. Поэтому здесь вот мы смотрим на тот ток, который может возникнуть. Ну, и опять каталоги, документацию. Ну, кстати, вот вы видите, что вот, например, всего лишь на длине 1 метр индуктивность составляет 1 микрогенри на метр. А если у нас там ток разряда 100 киломпер, то мы на 1 метре можем получить 1 киловольт. На прямом проводе, представляете? Вот прямой провод, идёт такой ток, 1 киловольт уже есть. А это как раз приводит нам к следующему выводу по поводу длине соединительных проводников. То есть, вот эти 1 киловольт, они как бы накладываются к напряжению, которое ограничивает УЗИ, плюс ещё то, что есть на проводниках. Но отсюда мысль, естественно, возникает, как вы уменьшите эти проводники. Чем меньше проводник, тем меньше. Ну, вот отсюда требования. Чем меньше, тем лучше. А ограничивают там в требовании где-то 0,5 метров, это вот сумма этих проводников. Так, ну, можно сейчас слайд, где вот это вот именно непосредственно наклейка на самом УЗИ. А, да-да-да. Да-да-да, чтобы мы показали, как это... Да, да, именно-то. Да, вот пример. Например, это как раз-таки на УЗИ, о котором я рассказывал, наглядная картинка. Тут есть и сечение, и максимальная длина заземляющего проводника, которая должна быть. То есть, в принципе, всё это производителям указывается. Тут ничего думать особенно не надо. Читаем каталоги и делаем всё как положено. Так. И по монтажу тут есть рекомендации. Обращать внимание на это. Да, конечно. Так, с этим мы разобрались. Вот длина и сечение. Так. Вот. И теперь как раз вопрос. Я бы хотел подробно проговорить про УЗИ третьего класса. Ну, начнём с того, на каком максимальном расстоянии может располагаться защищаемое оборудование от УЗИ третьего класса? Ну, здесь, смотрите, какая история. Опять я вынужден вас отправить смотреть документацию. Но смысл какой? Опять физика, никуда не денешься. Значит, почему стремятся как можно ближе к устройству? Потому что на проводниках от Т3 до защищаемого объекта тоже может наводиться высокое напряжение. А оно как раз ляжет уже на защищаемый объект от напряжения. Поэтому чем меньше этих проводники, тем меньше может навестись напряжение. Поэтому как бы рекомендую, что чем можно ближе, тем и нужно ставить. Отсюда вот эти решения различные. Ставят тип 3 непосредственно в сетевые фильтры, в источники бесперебойного питания, в стабилизаторы. Вот такие устройства. Как бы здесь автоматически мы максимально близко подключаем. То есть, дизайнерское решение, когда в зоне установки компьютера у нас 8-10 розеток, в отношении защиты от импульсных перенапряжений не лучше. По сравнению с, например, одной розеткой, воткнутой в нём сетевым фильтром с третьим УЗИПом. Ну, с точки зрения, да, минимизации расстояния, да, конечно. Так, ясно. И также спрашивают, можно ли УЗИП установить сразу на всё оборудование, то есть, в распределительном щите, до групповых автоматов. Ну, я так понимаю, что это решение, когда есть особенно большая протяженность групповых линий у нас до конечных потребителей, то это решение не будет считаться лучшим. Да, оно не лучшее решение, действительно. Но, тем не менее, иногда такие рекомендации дают. Ну, например, может быть какой-то компьютерный класс, и щит установлен прямо в нём, с минимальными расстояниями, а можно поставить внутри спокойно в щит. Так. Пойдём сейчас дальше. Небольшая заминочка. Так, следующий вопрос у нас. Не знаю, может быть мы уже про это проговорили. Так, если на вводе в здание установлен УЗИП класса 1 плюс 2, то нужно ли внутри здания устанавливать УЗИП класса 2, или можно сразу класс 3? Ну, я так понимаю, мы уже проговорили, зависит от расстояния. Да, от расстояния. Если 30 и больше метров, то вынужден ставить Т2, да. Нужно продуглировать. Так. Также вопрос у нас. Обязательно ли ставить УЗИП в цепи нулевого проводника, или можно ставить только на фазные проводники? Ну, если вот вы... Сейчас мы посмотрим. Ну, как правило, если я посмотрю на УЗИП, то они все имеют... Естественно, рекомендации такие. Все проводники, по которым протекает ток, на них надо ставить УЗИП. То есть, и на нулевой проводник тоже. Ну, тут было просто. Так. Ну, и два таких предпоследних вопроса, тоже объединил в одних. Сколько прямых ударов молнии, и сколько косвенных ударов молнии может выдержать в арестах? Вот люди интересуются. Ну, и частично уже так ответили. Ну, здесь документация на эти устройства, я имею в виду на стандарты. Есть требования к прямым ударам, то есть, это как раз вот эти волны 10, 350, 8, 20. Так, например, Т2 может выдержать максимальный импульсный ток. Максимальный ток разряда, прошу прощения. Один раз. А номинальный ток 19 раз. А что касается Т1, то там как раз импульсный ток. Максимальный тоже один раз может выдержать. А вот испытания по токам меньше максимальных, там несколько сложнее. Поэтому вывод какой? Тоже несколько ударов с меньшими токами это устройство выдерживает. Ну, и, конечно, наверное, может быть вопрос, с которого бы и стоило бы начать этот эфир, он самый частый. Монтажники, может быть, не так часто его задают, а вот заказчики всегда. Вообще, какова вероятность того, что УЗИП когда-нибудь пригодится? Как определить степень необходимости установки устройства защиты от импульсных перенапряжений? Если вы хотите серьезно отнестись к этому вопросу, то существует стандарт. Как раз по расчету этих рисков возникновения перенапряжений в сети он учитывает и прямые удары, и косвенные, и массу других параметров. Я для себя посчитал, сколько же прямых ударов здания, например, 15 на 15 с высотой 10 метров может быть. То есть, это прямой удар молнии в дом. Так вот, у меня получилось, что это где-то два удара за 100 лет. Но я говорю о здании, которое расположено в средней полосе. Ну и многое зависит как раз от продолжительности и частоты грозовых явлений, гроз. А вот, например, для Сочи, я тоже посчитал, там число ударов в 8 раз больше наблюдается. Ну и регион действительно характерен тем, что там часто возникают грозы. То есть, там можно рассчитывать на 16 ударов за 100 лет? Ну, где-то так приблизительно. Да, вот так вот. Но здесь учитывается, конечно, не площадь дома, а большая площадь. Потому что там определенным образом рассчитывается зона, которая защищает эти молнии от воды. Там все в стандарте указано, можно точно посчитать эту вероятность. Ну, это вот стоит решить. Будем мы ставить УЗИП или нет? Есть ли такая вероятность, что действительно будет удар молнии? На практике это может случиться в любой момент времени. Да, никто не затрахован. А может и не случится. Да и дай бог бы, если бы не случилось. Мы здесь фактически защищаем оборудование или предусмотрим вот такой аварийный процесс и страхуемся от серьезных затрат на ремонт и покупку нового оборудования. Я думаю, что не то, что оборудование, мы говорили, можно вообще вплоть до пожара дойти дело. Конечно, да. Вот этот аспект действительно существует. И пожарная обстановка тоже играет большую роль. Да, мне кажется, проще один раз установить защиту и спать спокойно. Тем более, что учитывая появление нового оборудования, подбор, его установка становится все проще и проще. Ну и надеемся, конечно, можем пожелать зрителям, чтобы оно им никогда не пригодилось. Устанавливайте смело. Ну, надо отметить, что, конечно, УЗИП уже является во многом обязательным элементом распределительных сетей низкого напряжения. Да. Ну, собственно, на этой ноте, я думаю, стоит эфир потихонечку завершать. Если у вас, друзья, остались какие-то вопросы, если мы что-то не осветили здесь, обязательно пишите в комментариях. После эфира чуть попозже я туда загляну, попробую, может быть, поотвечать на большинство из них. В принципе, кстати, надо было опять же в начале, я тут что-то разошелся. Всех коллег поздравляю с прошедшим праздником Днем Энергетика. Также поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками, Рождеством и так далее. Большое спасибо вам за внимание. Большое спасибо вам, Антон Александрович. Да, большое спасибо. И я хочу поблагодарить организаторов, что дали возможность высказать свое мнение. Мне кажется, это очень полезно. Да, это было очень полезно, я более чем уверен. Тем более, вам еще отдельное спасибо за то, что потратили столько своего времени на нас, на наше сообщество. В принципе, обратная связь, это очень дорогого стоит наше время. Спасибо большое компании Schneider Electric в целом и Одине Жуматовой в частности за организацию этой встречи. За то, что у нас есть возможность провести такой замечательный эфир на такую прекрасную тему. Также в комментариях, кстати, пишите, какие темы вам еще интересны, потому что это первый подобный выпуск, но я так понимаю, не последний. То есть, если вам что-то интересно, обязательно пишите. Все это читается и все принимает свое внимание. Ну и у меня, в принципе, все. Всего доброго. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.